На Гомельщине выконаны уже омаль 9 тысяч заявок от одиноких пенсионеров по набыти для их продуктов, харчевания и леков. При этом одночасово с социальными службами допомогу оказывают Пошта, Профсоюзы, Червоный Крыш и БРСМ. Наши корреспонденты поцекавилися подробностями. Центр социального обслугования насельства сегодня хоть и работают в обычном режиме, но вполне особенности все-таки есть. Зараз тут принимают заявки от одиноких пенсионеров, а так само инвалидов перший и другой групп. Попошних даденных только непосредственно социальные работники накировались и по адресах амаль полторы тысячи разов. Зараз тут проводятся питания еще и одиноко проживающих состарелых. С одинокими информационную работу мы провели. Сейчас активно ведется работа с одиноко проживающими, чтобы их уведомить, что есть такие возможности. У нас уже из проживающих, у нас более 86 тысяч одиноко проживающих, мы уже известили 66%. Это буквально за пару-тройку дней. Поэтому работа налажена. Не все сегодня пожилые люди имеют возможность выйти в интернет и посмотреть какую-то информацию. Поэтому мы работаем в средствах массовой информации, в газетах печатаем вот эти телефоны горячей линии. Ну и памятки распространяем, естественно, что ближе и доступнее для наших людей. До хамельчанки Антонины Шульгиной накировались два социальные работники. Коль есть махчимость, парами выконывают заявки больше взручно. Сама пенсионерка ранее за допомогой не сверталась. Налеза расскажем, здоровье погоршилось. Ни якая. Никуда не могу ходить. И вообще. Вот такие дела. Для социальных работников Жаншина подрехтовала список продуктов, которые необходимо набыть. Засталося только удокладнить, каким вытворцам отдая перовагу пенсионеркам и какой тлустости повинно быть с той же молоком. Сметаны 200 грамм, стаканчик 20% жирности. Батон один, молоко 3%, 3% жирности, 1 литр. Одну бутылочку. Правильно? Все написано. Молоко вам все равно какое там? Все равно. Все, Рогачевская или Славита, разницы нет? Да, все равно. Хорошо. Так. Значит, вы нам даете 20 рублей. По мере заказа не обмежевываются. Правда, и сами пенсионеры шмат продуктов, звычайно, принести не просят. Урештый за допомогой можно звернуться еще не раз. Послуга бесплатная. Сами социальные работники при махчимости, звычайно, отдают перовагу бойным гандлевым сеткам. Тут и выбор великий, продукты больше штамные. Заказ Антонины Шульгиной выконывается хвилин за 10. Я шепраз некольки его принесут жаншине до дому. Все продукты в магазине в наличии. Значит, чек мы берем с собой. Сдачу положили в пакетик. И сейчас мы едем к бабушке, чтобы все продукты ей доставить. Алексин Тюров, Максим Савин, Валера Игапанько. Телерадио компания Гомель.